Всем доброго времени суток и сегодня у нас будет интересная водка, китайская, на каких-то фруктах, судя по аромату. Вот так выглядит бутылочка. У меня был как-то обзор на такую, помните, она была немножко другой формы и белая этикетка. Название я, конечно же, не могу воспроизвести, потому что написано на китайском. Если кто-нибудь знает, как это название переводится, то напишите. Мне лень было через фото переводить, если честно. Мы же пришли сюда пить, правда. 150 мл, есть QR-код, есть штрих-код и 43 градуса у нас здесь. Ну, вот такая достаточно простенькая бутылка. У нас недорогая водка обычно в таких продается. Я так понимаю, она, наверное, тоже не очень прям дорогая. Я не знаю, сколько она стоит, мне ее подогнал мой товарищ Тимофей на пробу. Она была запечатана и, как бы, я не знаю, сколько она стоит. На крышке у нас тоже иероглифы и сверху вот такой вот значок. Вот. Ну, можем открыть, понюхать. Она уже вскрыта, я ее пробовал. Конечно, пробовать-то особо и нечего. Всего лишь 150 мл, тем не менее. Ну, пахнет фруктами, то есть похоже что-то на этот самый, на ананас или вот больше похоже на абрикос. Вот та была водка чисто на ананасе. Там прям вот такой, ну, явный был его запах и привкус. Здесь, ну, фруктовое что-то чувствуется, но не сказать, что прямо ананас. Не знаю, мне почему-то абрикос, персик напоминает. Ну, помимо этого, конечно, сам водочный аромат присутствует, но с протюганом в нос вообще не бьет. То есть пахнет приятно. Это несмотря на то, что это все-таки 43 градуса, это никакой там ликер или еще что-то. Кстати, что интересно, здесь еще 5 звезд нарисовано. Я не знаю, для чего они 5 звезд нарисовали. Обычно это все делается на коньяках там, да, но тем не менее. Ну, и вот такая вот пробка. Ну, давайте. Ваше здоровье. Ну, прозрачная, господи, как видите по цвету, что вот в бутылке, что вот в этой стопке. То есть она там не желтизны, зеленца какого-нибудь там, чего такого. Несмотря на то, что 43 градуса, проходит она очень мягко. Чувствуется, конечно, что крепленая, что крепче такой, я бы сказал, ну, стандартной такой водки. Но при этом очень мягко идет. И вот такой у нее, такой фруктовый привкус присутствует. Ну, как бы и сам спирт ощущается. В общем, не сказал бы, что она как-то прям кардинально отличается от той китайской водки, которую я до этого тестировал. Примерно то же самое. Только там прям такой явно выраженный ананас был. Здесь, ну, не знаю, может это тоже ананас, но просто фирма другая, поэтому немножко отличается. Ну, как по мне, это просто какой-то другой фрукт. Вот, в общем, хорошая тема. Если где-то встретите, рекомендую. Вполне себе неплохой напиток. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всем пока.